Всех приветствую! Сборка 6422 Новый игровой системный блок Построенный в корпусе First Player Firebase X4 В белом исполнении Корпус продавной, спереди идет сетка Три вентилятора на вдув, один на выдав И все у нас вентиляторы Имеют белый корпус Поставили мой кулер В белом исполнении Ну и материнская плата Также имеет какие-то такие белые нотки Алюминиевые радиаторы И даже подсветка Видеокарта белая Такой получается черно-белый Контраст Мне очень понравилось, как все получилось 79 тысяч рублей В этот ценник мы умудрились Поставить материнскую плату С DDR5 памятью Ну а минимальный объем DDR5 памяти по большому счету Это 32 гигабайта Два модуля по 16, чтобы работал Двухканал 8 гиговые модули DDR5 Не прижились Их по большому счету Смысла ставить нет Ну а когда покупаете DDR5 память Самое главное Это брать не только Высокую частоту Но и хорошие тайминги Обязательно должен быть Завадский разгон памяти И тайминги Ну хотя бы 40-е Иначе А зачем вы покупаете платформу С DDR5 памяти Если она будет работать хуже Чем DDR4 Частоты увеличиваются Тайминги ухудшаются Микросекунды задержки Поэтому в данном случае Нужно соблюсти баланс Ну а если полгода назад От DDR5 памяти Можно особо было не мечтать Ценники были конские То сейчас ценники Возвращаются К нормальным Естественным Ценникам Когда От общемировых цен Мы не сильно отстаем Все таки с Китая напрямую Все это железо идет И разница В платформе DDR5 Либо DDR4 Это примерно Тысяч пять Я думаю что В данном случае Стоит переплатить Если у вас компьютер Уже Восемьдесят Тире девяносто тысяч Стоит Не берите DDR4 Хотя Хотя Вроде как Разница небольшая Но Опять же Перспектива И все время Будет вам казаться Что надо было Переплатить Вот в данном случае Платформа С DDR5 памяти Материнская плата У нас Гигабайт B660M Aorus Pro AX Имеет Вот такой вот Wi-Fi Антенну Двухдиапазонный Wi-Fi Приемник Стоит Intel Wi-Fi 5 Антенна Довольно таки Массивная Имеет такой Магнитик И спокойно Можно поставить Прямо как На машину Можно кстати На машину Прилепить В общем Такой вот Лайфхак Процессор В этот бюджет Мне кажется Существует Один единственный Который стоит Ставить Это Core i5 12400F Либо без Приставки F Тут Что дешевле Бывает Что 12400 Дешевле Чем F Разные ситуации Бывают 6 ядер 12 потоков Никакого маркетинга В нем нету Есть только Высокопроизводительные Ядра И пока не появился i5 13400 Какой нибудь F А это будет Где то через полгода Скорее всего Массово пойдет По нормальному ценнику Я считаю Что это Самый лучший Процессор На сегодня Производительный Недорогой И следующий Процессор Который даст Нам реально Прирост По большому счету Это минимум Core i7 12700 Который стоит Почти тридцатку То есть В два раза дороже Ну Либо Опять же Брать i5 13600K За ту же Тридцатку Который будет Уже 14 ядерный И он реально Будет мощнее Чем наш 12400 По всем Статьям 12400F Очень адекватный Процессор Не греется Абсолютно Но есть Такая опция Что если поставить Родной Оригинальный Нителовский Кулер То в пиковых Нагрузках Температура Будет стремиться К 90 градусов Будет процессор Уходить в троттлинг Поэтому Обязательное условие Это Кулер С тепловыми Трубками Ну Либо Система Водяного Охлаждения Трубка Может быть И одна Какой-нибудь Deepcool Iceblade 100 Но толстая Трубка Ну Главное Чтоб Эта Трубка Была В данном случае У нас Jonesbo CR1000 В белом Исполнении 4 тепловые Трубки Кулер Примерно 150 ватт Может переварить И этот Кулер Стоит 1350 рублей Представьте Что творит Jonesbo Аналогичный Примерно Кулер Deepcool Gamma GT Где тоже Появляется Вот эта RGB Подсветка Стоит 3200 рублей А этот Стоит 1300 Да Еще И Смотрится Очень эффектно Да Может быть Здесь Технологии Чуть Поменьше Но За свои Деньги Кулеры Jonesbo Самые Самые Лучшие Которые Есть На рынке Ну И Если Вы Зайдете В онлайн Трейд И посмотрите То Разнообразие Кулеров Jonesbo Вы Просто Удивитесь В данном Случа У нас Недорогое Решение Но Вентилятор 120 Миллиметров Имеет Свою Собственную Подсветку RGB Контроллер Здесь Где-то В кулере Находится Подсветка Здесь Тоже У нас Присутствует Ну И все Это Дело Подключено На четырехпиновую Колодку Материнская Плата Обладает Двумя Радиаторами На ключах Двумя Допитания 8 Плюс 4 Пин И Здесь У нас 14 Фаз Питания Это Значит Любой Абсолютно Процессор 13 Поколения Хоть Тот же Кор i9 10 900 Спокойно Здесь Будет Работать В крайнем Случа Его Можно Будет Ограничить Примерно До 180 Ватт Материнская Плата Спокойно Переварит Это Дело Но Систему Охлаждения Конечно Надо Будет Какой Монструоз Но Опять же Вариант Апгрейда У такой Материнской Платы Будет Любой Процессор 13 Поколения Уже Поддерживается Современными Биосами Но Оперативная Память Можно Сюда Поставить До 128 Гигабайт Материнская Плата Обладает Четырьмя Слотами Два Разъема Ультра М2 ССД Накопитель Нижний Разъем Принимает Как с АТА Интерфейсом Так и С Интерфейсом Тоже Накопители В формате М2 Так как Бюджет На системник У нас В районе Восьмидесяти Тысяч Мы не Стали Экономить На накопителе И поставили Здесь Самсунг 980 Это Обычный Типичный Пси Экспресс 3.0 Накопитель У которого Есть Очень Хорошая Опция Это Надежность Мы Считаем Что Все ССД Накопитель Делится На Самсунге Все Остальные Хотите Хороший Покупайте Самсунг Пси Экспресс 4.0 Идет 980 Прошка И ценник Там В районе 7500 Рублей Ну а 980 Стоит 4100 Рублей Это Примерно На Рубле 800 Дороже Чем Какой Обычный Брендовый Накопитель В общем Переплата За Самсунг Брон Случ Небольшая Если Не Рассматривать Дешевый Китайский Штатно У нас Радиатор Охлаждает Накопители В принципе Никаких Проблем С надежностью Быть Не должно Хотя Гарантия Сейчас На Самсунге Идет Год Вот Такой Параллельный Импорт Заставляет Производителя Точнее Ритейлера Уменьшать Гарантию Но С другой Стороны Да Они Не Дохнут Видеокарта Довольно Таки Хитрая GeForce RTX 2060 Супер Иногда Удается Их Поймать По Хорошей Вкусной Цене 2060 Супер В отличии А 2060 Обладает Битностью 256 Бит И По уровню Производительности Она Такая Же Как и RTX 3060 На 12 гигов Которая Обладает 192 Битной Шиной 8700 Попугай У нас Сейчас Набрал Тест Это То же Самое Что 3060 На 12 Разница В памяти Незначительная Ценник Довольно Таки Вкусный 25600 Рубля У меня Всего Лидишь Две Видеокарт Такие Есть В наличии И Скажем Так Можно Поймать Халяву Потому Что Что Аналогичное 360 А На 8 Гигабайт 360 Будет Сильно Слабее Чем 2060 Супер Даже Будет В общем 3060 На 12 Минимум 32000 И Здесь Мы Эти 7000 Экономим Но При Этом Получаем Высокую Производительность Видеокарты И Все Современные Игры В 2К Разрешении И Full HD Будет Спокойно Идти Ну а Блок Питания У нас На 750 Ватт Фирма Deep Кост А 80 Плюс Стандарт И На Блок Питание В Принципе Можно Повесить Любую Видеокарту Ограничений Здесь Немного Может Какой 3090 3080 Жирновато Ставить А вот Уровень 4 серии Что нибудь Будет 4070 Пожалуйста Никаких Проблем Нет У Блока Питания Есть 2 Плеча 2 По 8 Пин Так что И Более Мощную Видеокарту По энергопотреблению Можно Будет Поставить Опять же Если Задумываться Об Апгрейде Через 2-3 Года То Кто Его Ещё Знает Какие Видео Адаптеры Будут Появляться Посмотрите На Родион RX 6400 Такая Маленькая Маленькая Видеокарта С Маленьким Кулером И Она Равна Примерно По мощности Как GTX 1060 Которая Выглядит Такой же Как В данном Случа У нас RTX 2060 Супер В общем Всё Меняется И Энергопотребление Будет Только Падать При Увеличении Производительности Сбокого Корпуса Закалённое Стекло При Желании Здесь Можно Добавить Накопитель Какой Накопитель Добавлять Это Уж Сами Решаете Можно Поставить Жесткий На Тарабайт Жесткий Стоит 3300 На 2 Тарабайта 4200 Ну а Можно Поставить SSD Накопитель В М2 Разъём И Ценник Даже Сам Бюджетного Накопителя Стоит 3500 Рублей За Тарабайт Так что В будущем Можно Накопитель Ставить И не Сата Интерфейсом С интерфейсом NVMe И ценники Будут Только Падать В общем По цене 79000 Рублей Один У нас Такой Системный Блок В наличии Повторить Возможно Уже Не Получится Так что Если Кто-то Задумался О Компьютере О Подобном То Поторопитесь Ставьте В резерв Продолжение следует